Всем привет, с вами Арина и свежий выпуск новостей от крупной игровой портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Для City Skylines анонсировано дополнение After Dark. DLC Night Operation для Battlefield 4 выходит в сентябре. В Killer Instinct появится легендарная Боевая Жаба. Для Hearthstone выйдет дополнение Большой Турнир. Компания Blizzard Entertainment продемонстрировала новый режим для StarCraft 2 Legacy of the Void. Для City Skylines анонсировано дополнение After Dark. Компания-издатель Paradox Interactive совместно со студией Colossal Orde на выставке Gamescom 2015 анонсировали первое большое дополнение для City Skylines, которое носит название After Dark. И самым главным нововведением этого дополнения станет цикл смены дня и ночи, причем которое будет не только влиять на визуальную часть игры, но еще внесет некоторые коррективы в игровой процесс. Помимо того, что жители теперь будут иметь свой собственный распорядок дня, всеми знакомый автомобильный трафик будет снижен. И кстати, дополнение можно будет получить совершенно бесплатно, но при условии, что у вас есть оригинальная игра. Не обошлось так же и без новых строений. Теперь, к примеру, игрокам будет доступна тюрьма. Да-да, вы не ослышались. Новая портовая инфраструктура, пляжи, международный аэропорт и даже велосипедные дорожки. Но это далеко не весь список новшеств. Что касается даты выхода, разработчики ее пока не сообщают. Стали известны нововведения в Дифинити Оригинал Син Энханст Эдишн. Неудивительно, что бельгийская команда из L'Orient Studios решила также порадовать своим присутствием на игровой выставке Gamescom 2015. Ведь у них есть готовая версия обновленной Дифинити Оригинал Син, которая, как известно, оказалась одной из самых лучших игр 2014 года. В переиздании игры разработчики хорошо поработали над улучшением визуальных и звуковых эффектов, которые теперь будут намного качественнее предыдущих версий. Кроме этого, каждый персонаж теперь будет иметь голос популярного актера. А в сюжетной линии нашли место и для новой концовки. И что самое интересное, оказывается, был добавлен кооперативный режим, где присутствует не только разделенный экран, но еще реализована качественная поддержка геймпадов. Кстати, игрокам теперь придется провести в игре по меньшей мере еще 80 часов, так как разработчики добавили огромное количество нового контента. DLC Night Operation для Battlefield 4 выходит в сентябре. И пусть в скором времени выходит Star Wars Battlefront, студия DICE, впрочем, как и сами же игроки, никогда не забудут о Battlefield 4. Именно поэтому DICE скоро выпустит новое дополнение под названием Night Operations, которое выходит в сентябре. В новое дополнение войдет, как и положено по традиции, новая карта. Карта будет носить название «Завод Гравиард Шифт». Причем основывается карта на известной локации «Завод 311». Вот только бои теперь будут происходить уже ночью. И, кстати, авторы утверждают, что карту не просто перекрасили, а полностью перестроили уровень. Пометить противника будет намного легче, а гаджеты и другие объекты будут создавать блеск в темноте. Кроме этого, в новом дополнении появится совершенно другой балансировщик команд для публичных серверов, а также улучшенный сетевой код и доводки оружия. Дополнение будет совершенно бесплатным, поэтому увидеть все новшества смогут абсолютно все пользователи игры. Для Dragon Age Inquisition выйдет DLC The Decent. Компания EA совместно со студией BioWare 11 августа собираются выпустить новое большое дополнение для Dragon Age Inquisition. Само же дополнение носит название The Decent. В новых приключениях отважным инквизиторам предстоит выяснить, чем заключается причина того, что по всему Тедасу происходят ужасные разрушительные землетрясения и вследствие остановить очередную надвигающуюся угрозу. Местом для приключений на этот раз окажутся легендарные глубинные тропы, которые, как и раньше, буквально кишат порождениями тьмы. Продвигаясь по этим давно покинутым местам, инквизиторы смогут встретить не только совершенно новых и порой ужасных врагов, но еще и надежных союзников. Кроме этого, наконец-то, игроки смогут раскрыть все тайны глубинных троп, все тайны истории гномов и даже несколько секретов, которые таит себе вечно страдающий Тедас. В Killer Instinct появится легендарная боевая жаба. На конференции компании Microsoft, которая проходила на игровой выставке Gamescom 2015, был анонсирован третий сезон боев для культового файтинга Killer Instinct. Однако, все было бы очень уныло, если бы не одна новость. В игре теперь появится легендарная жаба Рэш из не менее легендарной игры Battle Toads. И хоть набить героям детства какую-нибудь морду можно уже прямо сейчас, в игре есть кое-какая оговорка. Для начала, каждому желающему предстоит сперва купить дополнение, либо же классический сборник игр Ready Play. Но еще это лишь временный боец, который будет доступен лишь на время бета-теста. Исходя из этого, по окончанию бета-теста, Рэш сразу же исчезнет из игры. Что касается самого бойца, то он точно копия оригинала, но только сделанный при помощи современных технологий. В любом случае, каждый фанат будет несомненно рад увидеть Рэша. Для Hearthstone выйдет дополнение Большой Турнир. На выставке Gamescom 2015 компания Blizzard Entertainment решила поделиться с широкой публикой подробностями, которые ожидают игроков Hearthstone с приходом дополнения Большой Турнир. С приходом этого дополнения появится новая механика, которую наверняка оценят прожженные карточные любители. Механика носит название «Поединок», и именно она сделает бои намного напряженней. Суть механики заключается в том, что кое-какие карты будут давать возможность найти по одному созданию из колоды противника. Причем в бои входить они не будут. Они должны будут мериться маной, которая требуется для того, чтобы призвать их. Победитель получает определенные улучшения. Кроме этого, игроки, которые будут иметь высокий ранг, смогут получать уникальные сундуки, где будут присутствовать особые бонусы. К примеру, чародейную пыль или золотые версии карт. Компания Blizzard Entertainment продемонстрировала новый режим для StarCraft 2 Legacy of the Void. На Gamescom 2015 компания Blizzard Entertainment выделяется ярче всех, ведь именно они анонсируют кучу дополнений и рассказывают множество подробностей, которые касаются игр. На этот раз в центре внимания оказалась игра StarCraft 2 Legacy of the Void со свежим режимом «Союзное командование». В этом режиме игрокам предстоит взять на себя роль легендарных героев и уничтожать врагов в динамичных схватках. Причем герои отличаются между собой не только по стилю игры, но и по разрушительным способностям. Каждый герой имеет свои плюсы и минусы. К примеру, Джим Рейнер – руководитель пехоты и боевой техникой, при этом задает точечные удары для флагмана Гиперион. Керриган вызывает дзергов Роя, а Артани сможет быстро перебросить войска протосов в любую точку на карте. Кроме этого, герои также будут накапливать опыт, тем самым становясь сильнее, открывая дополнительные улучшения, боевые единицы и возможности. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока!